Весело и с запалом. Напереды дни у Беларуси отзначили День молоди. У Гомеля мероприемствы пройшли у каждом районе. Центральной стала пляцовка перед Лядовым палацем у фан-зоне других европейских гульняв. Мероприемствы протягивались два дни. У первой отбился городский чемпионат по катанию на роликовых коньках. На наступный разыграли кубок по стритболе. Юные танцоры продемонстрировали свои хореографические сдольности подчас фестивалю танцу «Шах наперед». Команда «Орлянят» из российского города «Орла» прибыла на место проведения лагера «Загадя». Два дни поэшли на наладживание побыту и доброе упорядкование. Жице на природе в походных умовах, для некоторых у дельников отрада – у новинку. Ситуация промушает поширать арсенал навыков. Бучиться самостоянно колоть дровы, распаливать вогнища, ахатовать ежу. Те, кто на крыничку приехал не у першиню, отчувают себе комфортно. В походах таких очень много мучиться в плане туризма, в плане выживания даже в диких условиях, можно сказать. Потому что все равно нужно уметь много, чтобы справиться. Отрады лидер из украинского города Новоград-Волынске и Житомирской области, не пропуская ни одной измены уже 10 годов. Состав команды изменяется. Однако МЭД, с якими украинцы проезжают на Рогачевскую землю, застается темеж «Добрый отпочинок» и «Новая Сябрым». По-перше, крыничка – это много эмоций, много новых знакомств, впечатлений. И это незабытный опыт для всей нашей команды. Тут нет границ для дружбы, для думок. Тут свободы. Здесь ты отрекаешься от всего. Ты как будто в мире с природой, в мире с теми людьми, которые тебя понимают. Вот это понимание, растворение в чувствах. Ну и это дружба, которой нам так не хватает. В церемонии открытия, подчас якой поднимают флаги трех держав Беларуси, России и Украины, первый, а не далеко неопошний пункт насыщенной программы, якую подрихтовали организаторы. За 27 годов работы лагерь «Крыничка» набыл великую популярность. Те, кто детьми отпочивал у первых годов иснования лагера, сегодня проезжают у якости кероников делегации. Сегодня количество жадающих отпочивать у «Крыничцы», перевышая махчимость организаторов. Лагерь с каждым днем набирает больше ауторитет и значимость. Не только у нас, в Беларуси, но и в наших соседях, и в России, и Украине. О нем знает большинство регионов России и Украины, что это именно международный лагерь дружбы детей славянских народов. Действительно, через детей мы устанавливаем дружбу, взаимопонимание и согласие. Чтобы попасть в этот лагерь, устраивается конкурс. И сюда приезжают ребята. Притом, они приезжают не просто, чтобы посмотреть, они готовятся рассказать о тех обычаях, традициях, которые в их регионах бывают. По традиции, удельники лагеря «Крыничка» в Рогачеве 3-го липеня примут удел в урочистостях, промеркованных до Дня Незалежности и 75-й годовины вызволения Беларуси. Максим Савин, Олеся Рудянкова, Василий Сепцу, телерадиокампания «Гомель» из Рогачевского района.